Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня по плану у меня работа в саду. Нужно привести в порядок вот эту небольшую клумбу, где у нас растут хвойные, розы, гортензии. Нужно открыть гортензии, до сих пор это не сделали, просто потому что не было время. Ну и нужно почистить наши хвойные. Кстати, на прошлой неделе к нам приезжали садовники, они обработали большую клумбу, которая находится как раз-таки в противоположной стороне, показывала вам ее, привели в порядок, почистили деревья, сделали им стрижку и дали свои рекомендации. Конечно же, нас они поругали, потому что мы восприняли буквально, что у нас сад без хлопот, и мы в принципе никогда ничего с нашими деревьями не делали. Мы их никак не обрабатывали, не стригли, не использовали никакие удобрения для них. У нас работает ежедневно автополив, и на этом как бы все. Ну вот потому что так смотришь визуально, вроде бы симпатичные хвойные, все с ними хорошо, но на самом деле они требуют ухода. Поэтому вот с одной клумбой большой нам помогли справиться, а остальные деревья мы уже будем сами своими силами и чистить. И вот я как раз сейчас почищу, что смогу, сделаю днем, а вечером, когда Леша будет дома, он уже поможет и подстрижет их. Также открываю гортензию. Они бедняжки, там уже вообще прили. Ну повторюсь, просто не было времени, не было возможности. Видите, там уже зеленые листочки, поэтому я сейчас снимаю старую листву. Сегодня еще вот днем я их пролью и лимонной кислотой, и удобрением. А вечером обрежу вот все ветки сейчас, чтобы немножко там они проветрились на свежем воздухе. Да, все хвойные теперь я прохожу. На соснах нужно вот как раз они сейчас выпускают шишки. Нужно их все оборвать, чтобы кустик, да, вот сохранял свой размер, не разрастался, было аккуратным. Ну и, конечно, нужно прополоть сорняки, потому что дуванчики уже все заполонили. И также нам нужно будет обработать газон. Но мы это будем делать тогда, когда разберем конструкцию, вот видите, которая выстроена на дрозаре. Вот как раз в планах этим заняться в ближайшие дни тоже требует время, которое ограничено. Вот, ну буду снимать, Леша будет разбирать, буду тоже вам снимать. Там, соответственно, розы тоже нужно будет и обрезать, потому что мы не сделали это по осени. Нужно будет подрыхлить, подкормить их. В общем, все еще впереди. Ну и газон. Газон тоже нужно будет обрабатывать от сорняков, как мы не хотели, чтобы все-таки вот здесь у нас есть и садик, да, плодовые деревья. Но не хотелось, чтобы в почву какая-то там химия попадала и так достаточно, да, мы ее получаем извне. Но без этого никак. То есть нам сказали либо обрабатывать, либо просто все под замену. Так что будем обрабатывать. Вроде бы нам посоветовали неплохое средство, которое там за 2-3 недели распадается в земле. Ну посмотрим. В общем, будем обрабатывать, буду тоже с вами делиться. Потихоньку продвигаюсь дальше, шаг за шагом. И открываю вторую гортензию, развязываю ее. Также сейчас почищу. Дальше буду чистить хвойные, буду чистить туи. Где-то вот увидела или прочитала, что можно это делать при помощи такие вот веерные грабли использовать. Но на самом деле очень удобно. Мне проще руками. Также читала, что можно использовать автомойку под давлением. Ну у меня самой такой возможности нет, поэтому вот просто руками, конечно, вот мы их не обрабатывали ни разу. Эту клумбу мы уже сажали, когда я вела свой блог. То есть ей, наверное, года 4. И вот за эти 4 года мы ни разу их не чистили. Конечно, там пыли, сухих веток просто миллион. Все это отсыпалось. Нужно будет все убирать. Я еще, знаете, не подумала, ничего не подстелила. Ну попробуем убрать сытовым пылесосом. У нас благо такой есть. Вот только не знаю, как на коре он сработает. Но сейчас могу вам сказать, что, конечно, корон тоже засасывает. В общем, не подумала, в следующий раз буду что-то стелить. А вот, например, где галька, то там сытовый пылесос прекрасно все собрал. И сейчас, подкисляя почву гортензий, развела я где-то вот у меня здесь 400 миллилитров воды, 2 столовые ложки лимонной кислоты, то есть на 2 лейки. На 1 лейку 1 столовая ложка. Но самое главное, чтобы все вот эти кристаллики растворились, поэтому я развела дома. И вот просто эту воду добавила в лейки. Вот по лейке вылила под каждую гортензию. И сейчас буду подкармливать с таким удобрением. Оно, в принципе, универсальное. Его можно использовать под многие растения. Но я вот, в частности, под гортензии использую, под розы. Вот на этой клумбе буду использовать. И что касается подкормки хвойных, вот почему нам сказали, важно чистить, несмотря на то, что они вот такие вот вроде симпатичные снаружи, да. Потому что внутри, вот на этих веточках, есть спящие почки. Если мы будем еще обрабатывать удобрениями, давать им подкормку, то вот эти спящие почки проснутся. А туя будет такая плотно набитая. Внутри будут веточки. И тогда ее можно будет красиво подстричь. Она будет такая плотная. В противном же случае вот это все будет сохнуть, сохнуть, сохнуть. И в дальнейшем просто дерево может развалиться, допустим, там по зиме, от снега. И, в общем, дерево будет под замену. Поэтому я вот все почистила. Алеша вечером подстрижет их. Также вот нам сказали, что нужно регулярную стрижку, пускай даже сами, а просто, чтобы больше росла вот эта хвоя. Она была гуще. И подкормку мы будем закладывать в автополив. Ничего страшного, если будет попадать на газон, нам сказали. Автополив у нас секционный. То есть можно выбрать форсунки. Мы как раз таки выберем форсунки, которые будут поливать именно хвойные деревья. И вот раз в три недели нам сказали подкармливать. Я, честно, пока не знаю. Мне должен садовник прислать какой-то у них там авторский коктейль. Нужно будет купить три компонента. Будем смешивать. Вот как только мне пришлют, я обязательно с вами также поделюсь. А от сорняков нам посоветовали использовать деймос, который именно идет от сорняков на газоне. То есть не просто от сорняков, а от сорняков на газоне. Ну и также сейчас сворачиваю кровной материал. Все уберу на свои места. И хочу навести порядок на крыльце. Помыть там окна, помыть пол. В общем, тоже привести в порядок после осенне-зимнего сезона. Начинаю с того, что просто протирая стены, освежаю их. У нас стеновые панели, они очень легко умоются. Очень легкие в уходе, поэтому беру просто швабру. Такую вот, ну не то, что уличную, а вот именно для крыльца. Она у меня чистая, поэтому в первую очередь я использую на стенах, а потом уже буду мыть пол. С пола все убираю. Сначала подметаю, чтобы не было пыли, мусора, песка, все, что сыпется с обуви, когда приходим домой. И также буду использовать антижир. Мы тут приносили шашлыки на решетки. В общем, пока несли, накапала. И вот эти пятна остались. То есть, естественно, к ним прилипла грязь. И вот, чтобы с ними справиться, используя антижир, точечно наношу, и все идеально. Теперь выливаю бедро воды, ну просто смачиваю. И вот уже сейчас, кстати, в ведре с водой у меня средство для мытья пола. Я так немножко налила. И вот таким мыльным теперь раствором мою лестницу, то есть смываю основную грязь. И потом также вот буду набирать ведра и просто смывать. Но так как у меня еще по плану сегодня помыть окна, то, естественно, что-то может там насыпаться, какая-то пыль, грязь. Поэтому финально я всегда прохожусь просто тряпочкой микрофибровой. И насухо вытираю. И если какая-то еще там в процессе уборки пыль, грязь налетела, тоже все смываю. Почему мою? Потому что я мою, признаюсь честно вам, первый раз после осенне-зимнего сезона. Ну именно мою. То есть подметать-то, конечно, подметала. А вот мою первый раз. Поэтому основную большую грязь хочется убрать. Именно в такой последовательности. А не сначала окна, то есть вот, а потом уже пол. Пол тоже хочется, чтобы был уже приличный. Потому что нужно будет вставать на подоконник. В общем, чтобы грязь туда-сюда не разносилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый раз, возвращаясь к вопросам ремонта, я мысленно говорю нам спасибо за то, что мы не сэкономили, а обратились к услугам дизайнеров. Мне кажется, это активно развивающаяся и очень актуальная профессия. А главное, ее можно освоить, если душа лежит к этому направлению. Ведь даже на старте карьеры заработная плата около 90 тысяч рублей. Так в онлайн-школе Geekbrains сейчас стартует обучение на дизайнеров жилых интерьеров. Не важен ваш предыдущий опыт, умеете ли вы рисовать или проектировать, вас всему научат с нуля. Вы узнаете, как работает индустрия дизайна интерьера изнутри. Занятия проходят как онлайн, так и в записи. Можно совмещать с основной работой или декретом. Вы можете самостоятельно распределять время обучения под ваш образ жизни и учиться с комфортом. В целом занятия займут до 10 часов в неделю. По ходу обучения предусмотрены встречи с экспертами. Например, узнаете, как использовать нейросети в создании интерьеров. Бывает всякое. И вот вдруг вы понимаете, что это совершенно не ваше. Ничего страшного, вы можете бесплатно поменять направление, если усомнитесь в выборе. По окончании обучения у вас будет портфолио из четырех готовых проектов. Возможно, как и многие другие студенты, вы найдете работу, пока учитесь. Тем самым окупите обучение еще до его окончания. Или же вам помогут. Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, вам вернут деньги. Зарегистрироваться на обучение можно, пройдя по ссылке в описании к видео. И не забудьте воспользоваться моим промо-кодом Гурьянова. Он дает дополнительную скидку в 10% на курс, год английского и курс по нейросетям в подарок. Промо-код и ссылка ждут уже вас в описании к видео. Сейчас буду мыть самые-самые грязные окна, мне кажется, которые вы когда-либо видели. Я их не мыла. Ну, в прошлом году, естественно, я их точно не мыла. Я вот, честно, не помню, в позапрошлом мыла я их или нет. Не буду обманывать. Вот не помню. Поэтому сейчас протираю пыль. Как раз у нас лавочка стоит, чтобы можно было там или обуться, или вот что-то поставить. Ну, и буду мыть окна. С внутренней стороны и окно, которое открывается, до которых я достаю, потому что остекление здесь у нас буква Г, я помою вручную. А с внешней стороны и окна, до которых я не достаю, буду использовать робот-пылесос. Ой, робот-пылесос. Робот для мытья окон. Я сначала протираю раму, вот, потому что здесь и насекомые, ну, то есть, и вот есть пятнышки, нужно все-все-все-все помыть. А дальше протираю окно, вот какие-то разводы, опять же, пятна. Далее наношу средство для мытья стекол и зеркал, еще раз протираю, и потом использую сгон. У меня вот такое устройство от Керхер, оно на самом деле очень классно, им удобно работать, то оно у меня разряженное, и мне здесь и не нужны, знаете, такие прям безупречно чистые окна, хотя если мыть сгоном, то никаких разводов не будет. Мне самое главное просто вот, ну, чтобы освежить окна, чтобы они были чистые. Поэтому сгон использовать очень-очень удобно. А здесь такой, ну, небольшой у нас подоконник, поэтому буду мыть буквально на такой же ордочке. Особо, видите, и не развернешься, но я довольна. Я, правда, знаете, вот, у меня еще осталось время, пока Машулька спала, я пришла домой и упала просто без сил. Потому что сначала это клумба, потом вот здесь вот мыла окна. Что-то я подустала, поэтому пока Маша еще спала, я немного отдохнула, попила чай. Вот, ну, а вечером мы уже вышли с новыми силами наконец-то закончить обрабатывать клумбу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok вечером к нам уже присоединилась Софийка. Как раз вот у Машульки второй сон. И вот я решила обрезать, как вам и сказала, гортензию веточки. То есть я оставляю только те, ну, с другой стороны в частности. Здесь я просто обрезаю их, а там оставляю веточки, где вот сверху выходит листик, именно там как бы она будет свистеть. Остальные там я и проредила, и обрезала. Также у сосен обрываю шишки, вот, которые они выпустили, чтобы они вот сохраняли такую форму шарика. Софийка мне тоже решила активно помогать. Ну и пришел Леша. Нам сказали также, что нужно связать туи, потому что, ну вот опять же, чтобы зимой они никак не распались, и так гораздо проще стричь. То есть вот там, если несколько ответвлений, несколько стволов, их нужно связать, тогда более понятная форма конуса. Ну вот не судите строго, мы несколько лет назад, Леша там пробовал что-то, стриг, и больше мы пилу даже в руки он не брал. И вот сегодня тоже решили, я ему все рассказала, чем чревато, вот, не уход, да, за садом, то есть что нужно следить за ними. И он взял, вот это у нас пилка, я не знаю, как она называется, обошь, и вот решили, в общем, подстричь. И будем так периодически делать, поддерживать форму. Надеюсь, что полив с удобрением тоже сработает, и они у нас станут такими густыми, плотными, набитыми. И, конечно, вот знаете, когда он даже снял вот эти веточки, проще подбираться, проще почистить их, поэтому вот он подстриг, я дополнительно там еще прочистила то, что не осыпалось, хотя вроде тоже все чистила, чистила тщательно. Субтитры создавал DimaTorzok Далее нужно подрезать тоже хвойные растения, оно такое, знаете, прям стелящиеся. Вот веточки, которые можно выложить как-то вот красиво, аккуратно, я выложила, а там, где он просто забивает соседние сосны, еле я просто его обрезала, видите, прям ковром-ковром стелется, очень красивая, конечно, на нем листья тоже нужно будет пропылесосить, я вот то, что могла, там руками стряхнула, но более опрятно, наверное, будет, если мы еще пройдемся по нему пылесосом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и Леша сказал, давай еще вот эту клумбу заодно сразу обработаем, у нас растут здесь самшиты, ну и тоже разные хвойные смарагты, шарики, поэтому наша с Софией задача все почистить, подготовить, для того, чтобы Леша мог уже подстричь и придать какую-то форму. Естественно, из-за того, что, повторюсь, растения мы не чистили, допустим, снизу там есть подсохшие веточки, то есть не так вот, не такой получается формы, опрятный, аккуратный шарик, но ничего, будем работать, нам сказали, что ничего страшного, пока все поправимо. Управимо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас работа. На сегодняшний день подходит к концу. Леша тут уже достригает самшито, нам осталась одна елка, но уже решили, что будем заниматься ей в следующий раз, поэтому Леша убирает инструмент, я собираю хвою, которая здесь осыпалась, и уже завтра достанет он пылесос, и мы пропылесосим. Субтитры сделал DimaTorzok вот такой у нас пылесос, замечательно он собирает хвою, повторюсь, вот с гальки, с камней, тоже замечательно все собирает, с растений. На коре, конечно, использовать не стоит, вот, я тут попробовала, засосала вместе с корой, там, конечно, лучше что-то подстелить. Вот, ну, ладно, ничего страшного, я думаю, все равно она высохнет, сдует ее с этой коры, в следующий раз будем уже аккуратнее это все делать. Огромнейшее спасибо, что провели этот день вместе с нами, надеюсь, видео у вас вдохновило, замотивировало, вам тоже захотелось, возможно, заняться какими-то делами по дому. Еще раз огромнейшее спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой канал, поддерживайте видео пальчиком вверх и оставляйте ваши комментарии. Ну, мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok